Сотрудники полиции призывают жителей Самары быть внимательными к детям в связи с риском падения из окон. Эта проблема становится особенно острой летом, когда жители многоэтажек проветривают помещение. Особую опасность представляют москитные сетки. Не позволяйте детям выходить на балкон без взрослых и установите блокираторы на окна. В Самаре 16 и 17 июня изменят путь посадки и высадки на «Ласточку». Об этом сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании. Проход на посадку к электропоездам будет через третий этаж здания вокзала. В Самаре ночью ликвидировали пожар. Загорелся двухэтажный жилой дом номер один в приуке Репина. Пожарно-спасательные подразделения привлекались по повышенному рангу вызова. Пострадал 21-летний молодой человек. Жители Самарского региона приглашают пройти диспансеризацию для своевременного выявления хронических заболеваний и факторов риска их развития. Чтобы записаться на конкретный день для прохождения медосмотра, необходимо обратиться в поликлинику. Также можно оформить запись дистанционно по телефону поликлиники или на портале госуслуг. В северной столице проходит Петербургский международный экономический форум. А в этом году его главная тема – основа многополярного мира формирования новых точек роста. На площадках встречаются представители бизнеса и власти из России и других стран. Они заключают соглашения, договариваются о сотрудничестве, делятся опытом, обсуждают экономические вопросы. Самарскую делегацию возглавляет в РИО губернатора Вячеслав Федорищев. Депутаты Госдумы выступили с инициативой заменить ЕГЭ на традиционные государственные экзамены. Закон может вступить в силу с 1 января 2025 года, если будет принят. Результаты экзамена, полученные до этого момента, будут действительно 4 года. И вузы могут их засчитать как вступительные испытания при поступлении на программу бакалавриата и специалитета. С каждым годом количество граждан, которые подвержены влиянию цифровых технологий, увеличивается. Три года назад только 42% россиян признавали у себя интернет-зависимость. В этом году уже 47%. Чем моложе респонденты, тем чаще они замечают у себя признаки зависимости.